так вот мы приехали на вторую анкерную опору которая сейчас я был когда антонишь там только заливали фундамент внизу когда я был в июне да то есть так сказать это я еще еще не видел это друзья для меня тоже новая вещь я был здесь в июне вот и вот это это опор еще не было здесь только-только заливали фундамент внизу ну вот так что надо и вот сейчас одну тут цифры видел плавать сейчас потом посмотрим сколько статистику у меня один раз прервалась поэтому придется 2 смотреть куска вот поэтому продолжение дальше до 15 километров во время строительства опора крайне она должна быть прочитана на гости кусты когда мы прилим эта опора выключается из рамы после усилия туда усилия сюда будет у меня но в случае обрыва теракта самолет упал хотя и самолет не разрубит даже самолет если он упалет он не разрушит и натуру может снести и тут он не порезет и мы сих пор то разрушим чтобы разрушение пошли дальше мы на эту натуру который перекладывается это разрешение это для выходных зданий важно для Небоскового это не было как в Нью-Йорке когда это вознесло в баре башни так называемое предусилище обрешение когда падает щиток за уши от нижней надо ду 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 и все сложилось здесь не ду 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 я знаю такая проблема есть этих у тех кто в узковой дырине у нас чтобы оборвать надо суть не только что то есть не смыть там птички какие-то не тратят в поле там первые там чертарицы не нарисовывают до него вот он даже до сюда достанется так и до полный зал у нас технологии 19 лет и вот мазот тема точного это самое и там готовы бетонные осады бетонные то есть по соседству технологии 19-го века и 21-го века это как раз современная тема потому что нам дали эту землю под рекреационную зону в каждой рекреации посмотрите сюда достанется да потому что розовый ветров сюда и с таким бетоном кодекации будем чтобы его перенести либо заменили технологии на более современные то есть все это в записи останется будем с вами смотреть как это все будет выглядеть через месяц я понимаю что это один из вариантов это не множество горят все опоры должны быть такие что как-то так он должен проскакивать на скорость и там это и там будет организмский удар или что-то еще это один из вариантов когда он проскакивает другие варианты будут когда он будет останавливаться но тогда несколько по-другому будет есть варианты когда конструкция стальная она вообще будет ажурная подуваться в воздухе это просто один из вариантов железобетонный промежуточный анкерный опор но не в мизирной ценой потому что ценовой фактор это самый данный фактор в любом строительном объекте зачем дороги нужны как сейчас монорельсовые высокоскосные железнодорожные эстакады где цена от 100 миллионов долларов за километр а у нас эта анкерная опора где-то меньше 200 тысяч долларов будет стоить готовая но она будет на трассе здесь она через километр стоит а на трассе будет через 5 километров то есть на один километр придется всего лишь там 40-50 тысяч долларов говорят она же безумно дорогая это же все будет миллионы долларов стоить да нет это не так это ошибочное мнение кстати на километр дороги превышенные опоры по стоимости больше тянуть чем так действительно да они больше тянуть поэтому тоже мы оптимизируем и поэтому сделав железнодорожный опор вот такой простой конструкции я тоже сэкономил где-то на опорах 100 тысяч долларов там 100 тысяч долларов сэкономили здесь 100 тысяч долларов здесь 100 тысяч долларов даже 200 понимаете в результате мы делаем очень недорогую дорогу при этом функционал ее не ухудшается она не становится там более опасной или там это или не такой прочной жесткой долговечной нет она такая же долговечная такая же прочная такая же жесткая дорога да такая же экологически чистая но более дешевая и мы находим эти решения постоянно и и и и и